Всем привет! Приехали мы к Лене, сегодня у нас было свешивание в контрольной лот. Встали мы на весы, да. Я сейчас записала блокнотик. Ну, на самом деле, похудели мы или нет, вы можете посмотреть на моем канале, да? Да. В мой блокнотик заглянуть на моем канале. Но мы с Надей довольны, и вы понимаете, да, что это означает? Да. Ну и на весы для контроля я встану, посмотрите, сколько я сбросила. 88, 85. Подожди, как фрош было? 88, 0, 5. 95, 95. Ты еще 10 грамм сбросила? За эти 10 минут, что мы с ним взвешивались и обмеряли друг друга, она сбросила 10 грамм. А знаете почему? Потому что я не сидела. Я практически подпрыгнула на кровати. Да-да-да, она мне гимнастику показала. Все время движение, вот два приседания. Слушай, минус 10 грамм за 15-20 минут. Хорошие результаты. Буду идти домой и присаживаться на каждой. Дуреют. Даша очень давно уже хотела приехать к Лене. И мы приезжали, но без нее она сильно так обижалась. Дома осталась из-за того, что она приболевшая была немножко. Я боялась, чтобы она Алисе еще не заразовала. А теперь радости очень много. Вот так вот доглачивается. Даша осторожно смотрела. Что-то за этим шариком даже Алисе не видно. Да. Снеговик. Даша, осторожно, пожалуйста. Вот хотела бы Диме поспрашивать по поводу диеты. Я слышала от Клины, что он очень хорошо занимается массажем. Там у него свои какие-то знания. Большие. Знания очень большие, кстати. Очень интересный опыт. Я смотрел твое видео, когда ты занимаешься дома. Это неэффективно, потому что нету кислорода. Если нету кислорода, процесс будет идти очень медленно и неправильно. Нужно заниматься на улице. А я тут думаю, почему мне так тяжело дышать? Я прям задыхаюсь. Поэтому я очень часто выбегаю на улице. Ну, как бежать. По свежему воздуху. Ну, а может быть, открывать окно, допустим. Ну, там, не знаю, форточку. Ну, там, не выпадать прям с него там дышать. Если других условий нету для того, чтобы заниматься на улице, да, просто открываешь форточку, закрываешь входные двери, так, чтобы не было циркуляции, просто кислород поступал. И, пожалуйста. Самое главное, чтобы с возникания не было. Да, с возника, чтобы не было. По поводу суставов. Всегда нужно заниматься или правильно, под присмотром инструктора, когда приседаешь, к примеру, да, нужно соблюдать некоторые условия. Или ты делаешь приседания с полуприседом или полный присед, так, чтобы не убивать свои колени. Можешь мне показать, пожалуйста, что такое полуприсед, что такое полный присед? Для того, чтобы не убивать суставы, нужно ступы держать параллельно. Это важно. И ширина должна быть шириной плеч. И полуприсед – это когда ты полностью не сгибаешь колени. Этого достаточно. Это полуприсед. Для того, чтобы включить кардионагрузку, вот такого полуприседа достаточно. Понятно? Вот. Мне уже легче. Уже у меня все хрустит. Колени падают внутрь, а колени нужно разводить наружу. А, даже так вот. А спинку держать ровно. Ага. Вот. Это уже даже тяжело. Важные нюансы, кстати, важные. Спину обязательно. То есть, чем ровнее будет спина, тем лучше будет работать мышцы. Угу. Слышишь, как у меня… Это полуприсед, да? А полный? Полный присед, он делается чуть-чуть сложнее. Можно сделать, я покажу, как сам человек может сделать, а можно с помощью другого партнера. Когда ты присаживаешься, это полный присед считается. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Глубокого не надо. Можно вот так вот, ниже уровня коленей. Угу. Это будет нормально. С помощью партнера можно, держи меня за руки. Вот. И когда ты присаживаешься, вот, чтобы тебя партнер убили, держал. Можешь попробовать. Так легче, да? Да. Я же тебя не свалю сейчас. Вот так. Да. Это будет достаточно. Но пятки нельзя отрывать. А нельзя пятки отрывать? Да. Не отрывается. А для того, чтобы... Я не могу не отрывать. Боже. Приползла Лариса. Я подрядываюсь. Ты что, ползешь? Лариса, иди ко мне заниматься. Мне дети сказали, что... Давай, корни. Лариса хочет тоже, наверное, попробовать. А что полезнее? Это полный присед или полуприсед? Лучше начинать с полуприседа. Когда уже немного окрепнут суставы, и уже мышцы будут немножко подготовлены, тогда можно переходить к приседу полный. Это очень хорошо, потому что на полный я не могу. А на одной ноге же нельзя, да? На одной ноге нельзя. До ближайших полтора года можно забыть вообще на одной ноге приседать. Даже если 20 кг за 3 месяца сброшивать мне не надо? Нет. Потому что проблема не в том, что ты сбросишь вес. Проблема, насколько подготовлены мышцы к этому. А, даже так. Ну просто... То есть пока они подкачаются? Пока они не окрепнут, у тебя не станет хорошие... мышечный корсет. Даже так? Здесь... Вообще пропорционально человек развивается вместе со своим весом. Даже вес и у него кость растет. Но если мышцы не готовы, она просто высокая. А что может быть, если так неправильно заниматься суставами? Микротравмы. Микротравмы суставной сумки, растяжение суставов. А потом хромать будешь? Старости, потом будет ломота, на погоду чувствительность будет. Коленки будут трястись, да? Знаешь, она так кажется, что старость недалеко, а все равно лучше беречься. Потом, когда она придет, будешь думать, боже, человек был такой дурной. А вообще Лёша? Есть Лёша? Вот так. Лёша! А еще Лёша занятие! Нет, нет, мы снизу. Не для детей ответ. Ай, Лёша, ей дайте занятие. Вы видели? Вы видели? Мне надо занятие. Лёша, Лёша. Спасибо за такие вот советы. Я думаю, что это мне пойдет на пользу. Я буду это пробовать. И, конечно, буду это делать. Надеюсь, вы видите потом результат мой. А вы, друзья, тоже заходите на канал к Диме. Я думаю, там найдете тоже много интересного, полезного. Мы вам ссылочку оставим. Да, ссылочку ниже в видео увидите в описании. Да. Очень симпатичный молодой человек. Заходите. Очень. Очень харизон. Заползайте. Да. Да. Харизматичный, да. Харизматичный, да. Харизматичный. Дим может стартануть эстафету. Кто, чем больше к нему зайдет, он выберет победителя и будет знать этот победитель. И подаем. Занятие Лёша. Дима. Хорошо, друзья, заходите к Диме на канал и под его видео ставьте плюсики в комментариях. Дима выберет победителя, победителя, передаст ему привет. Этого победителя мы пропиарим на всех трех каналах. У Нади и у меня и у Димы. То есть можете писать инстаграм, кроме плюсика пишите, что хотите, какой пиар хотите. Вот. То есть мы вас пропиарим. Такой вам конкурс. Я хотела Диме еще вопрос задать. Вот реально ли похудеть с помощью массажа? Дима массажист? О, кстати, да. Это очень интересный вопрос. Мне тоже интересно. Я обожаю массаж. С помощью массажа можно похудеть. Реально. Причем вопрос, что нужно подойти комплексно. Будет комплексный подход, массаж и физическая нагрузка. Будет супер. Мой результат минус 10 килограмм. Ого. За какое время? За 15 сеансов. Слышь, Лен, ты не думала на массаж очень плохо. Так понимаешь? Подожди, я хожу сейчас этим головокружением занимаюсь. Мы не массажируем то, что должно ходить. К сожалению. А то я проезжаю очень быстро. Нет, нет. И потом я не бегаю, как ты. Изредка плаваю. Я тоже не бегала. А кстати бегать ей можно? Спорный вопрос. Тоже из-за суставов. Проблема не суставов, а проблема в постановке стопы. Если стопа будет где-то заламываться или боль будет в верхней части или наоборот в задней части. У меня только вот здесь. Вот это очень. Значит по бьем стопу уже. Раньше я занималась просто спортом. Я бегала и я сделала на соревнования. Я не говорила просто. Потому что мне стыдно, что я себя так запустила. Я не говорила. Вот здесь вот у меня очень сильно. Я просто немею и я не могу бежать. У меня такое чувство. Ну так не должно быть, да? Так не должно быть. Нет, не должно быть. Нет, нет. Прекращай, наверное. У меня такого нет. Важна в первую очередь обувь. Если будет маленькая и тонкая подошва, убиваются суставы. Если хорошая, то должна быть хорошая пена. Вот это раз. Нежелательно ровная поверхность. Потому что будет, если вот такая дорога, будет опять же скачать. В смысле бегать по ровной поверхности, да? Ну асфальт, конечно. Я подумала об обуви ровная поверхность. Обувь тоже немаловажна. Но если уже хорошо подойти, нужно лучше купить один раз профессиональную обувь хорошую. И сберечь свои суставы. Понятно. Дима, ну а такой вопрос. Если на день нельзя бегать. Можно только приседать. Одни приседания, они же не помогут. Нет, я не говорю о том, что нельзя бегать. Лучше можно заниматься на беговой дорожке, к примеру. Ага. Но постепенно можно начинать с ходьбы. Понятно, быстро уходить. И постепенно увеличивая угол на беговой дорожке, это тоже хорошая стимуляция кровеносной системы. Понятно. И орбитрек. Да. Тоже очень важно. Тебе надо со мной в спортлайф. Я правда еще тоже, я еще в спортзале там ничего не делаю. Я жду пока с головокружениями чуть разберусь. Мне пока... Тебя тоже. Самым важным ключевой моментом это дыхание. Если не будет дыхания, кислород не поступает во весь организм. Угу. И все. И питательные вещества, обмен веществ не происходит. Нужно дышать. Ну как же, в зале там плохой воздух. Но люди ж как-то худеют в залах все равно. Да, но... Это что у них? Это самовношение? Постепенно. Они же худеют не то, чтобы за день, за два. Ну да. То есть, если на улице, то быстрее можно походить. Ага. Поняла? Так что лучше на спортплощадку. Сейчас переходной период с зимы на весну. Поэтому холодновато. А чуть-чуть потеплее ты, пожалуйста. Понятно. Спасибо. Такие ценные советы. Мы этого не знали. Кстати, да. Для меня очень полезно. Спасибо, Дима. Заразите меня своим похудением. Давай, давай. И каналом заразим. Смотри, у Димы канал, у Надьи, у меня. Да, и мы это... Вот мне интересно было за массажи действительно или эти. Да, мне тоже. Я знаю, они болючие. Их очень больно. А, кстати, мне говорили, Дим. Кстати. Интересный вопрос тоже. Мне говорили, что если делать антицеллюлитный массаж, толку никакого не будет. Мне сказали, вы сначала в два раза похудеете, кожа немного обвиснет, тогда толк будет. Это правда? Нет. Это неправильное массажист. Ага. Непрофессиональное, по крайней мере. На самом деле массаж можно делать в любом случае. Почему? Потому что организму нужно дать толчок. Ага. Вот. И этот толчок является, по сути, когда массажист делает. А когда уже сам человек начинает худеть, это уже результат. Понятно. Спасибо. И еще важный момент. От антицеллюлитного массажа не должно быть синяков. Если должны быть, то минимальные. Ну, максимум, как ноготь. Ну да. В основном люди говорят, что очень сильные. Молодые синяки, когда это неправильно подобрана методика, или не хватает. Ну да. Это что? Ну они же болючие. Это же правда. Да. Ну вот без синяков, но массажи эти болючие. Ну это кто как делает. Вот Дима вообще не больно делает массаж. Да. Я тебе говорю, я к нему сходила три раза. Я не хочу его рекламировать, потому что я не хочу, чтобы он был все время занят. Спасибо, Лена. Уже хочу к нему пробиваться на массаж. Ну, реально он круто делает вообще. Просто я в шоке. У меня реально начала меньше кружиться голова. Просто он мне сказал, что вот сегодня мы вот тут вот поснимаем блоки тебе, и у тебя будет меньше кружиться голова. Он реально меньше стал кружиться. Ты это говоришь, да? Да. Вообще не больно. Нет, так... Ты не верничаешь? Нет, так серьезно. Не больно не было ни разу. Серьезно. Интересно делает. Вот он делает массаж, понимаешь, я выхожу, у меня даже спина не горячая. Я походила где-то час, она начинает прогреваться. Он вообще как-то интересно делает. То есть, ну, организм... Ну не знаю, не знаю. Я еще молока. Я думала, ты скажешь, не знаю, не знаю, надо попробовать. Нет, ну надо попробовать-то. Надо. Так разрекламировали. Конечно, надо. Я, извините, сижу за одним столом, жил пиццу. Не худею. Слышится жизнь. Там крутым... Чуть-то ясно. Поход снизу, да? Да. Все, уже не застегивается ремень у Ларисы. О, душа. Обкормили. Да. Мне надо живота вот этот массаж. Сейчас как раз к весне, сейчас к сезону начнется. Из аппетита. Да. Шучу. Посмотрите. Антициалютный массаж очень мало людей принимают. Поэтому надо заранее. Я первая. Я в основном спинами занимаюсь. Антициалютный это аж... А можно, Дима, вот когда перерыв спиной позанимался, ты говоришь, перерыв делается? Нет. В твоем вопросе нужно поставить какую-то точку, которая стабилизирует проблему, а потом уже заниматься другими вопросами. Девочки, надо отпускать мальчика. Своими головокружениями. Да, да, да. Зажали. Да.